здравствуйте друзья в ночной час сейчас почти 11 часов вечера я двигаюсь в аэропорт сан francisco и отвечаю на вопросы по ходу дела вот вопрос буквально сегодня подошел человек спрашивает вот говорит он ссылаясь на меня вы утверждаете я утверждаю что студенты наши выпускники получают какие-то чудовищные деньги там 50 тысяч там через год то может быть 75 тысяч и тогда на самом деле я я на самом деле называю больше цифра ну него какие-то чудовищные цифры и при таких заработках спрашивает значит человек чего бы вам не учить в кредит человек получит работу вот эти чудовищные деньги и легко с вами рассчитается чего бы вам не учить кредит тут есть сразу несколько обстоятельств которые я вам так потихонечку буду излагать это вопрос гораздо более сложный чем может показать первое серьезно осложняющие обстоятельства состоит в том что 50 тысяч кажется чудовищной суммой там где 4 тысячи за курс кажется очень дорого и что вот там часть вопроса состоит то что люди которые живут там там украина белоруссия киргизия там не на россии может быть вот что у них нет таких денег это чудовищные деньги тем более кризис там и так далее они не могут себе позволить а им хочется значит итак первый момент состоит в том что 4 тысячи это стоимость двух месяцев проживания в плохонькой ванн-бедрум квартирки односпальный я просто хочу чтобы вы понимали что такое 4 тысячи 2 месяца жизни в 1 2 комнатной квартирки плохонькой хорошенько это будет заметно больше значит то есть скажем так я это к чему рассказываю чтобы вы понимали что по местным понятиям 4 тысячи не небольшая сумма ну то есть как бы относительно той системы ценности но вот я живу там и там этого и ну конечно но кто же спорит но здесь же люди не живут на деньги там так вы бы там и учились правда чего бы вам не научиться за там не знаю рубли гривны там не знаю как какая валюта в там в беларуси вот эти зайчики с белочками были когда ты не знаю как они сейчас там называются но так вы бы там и учились совершенно нет нужды никакой учиться здесь но я я серьезно говорю научитесь там поработаете там годик кто вам не дает вы же задолго учитесь там три-четыре месяца точно так же там на местных курсах есть нельзя там и по маске еще бесплатные курсы полно бесплатных курсов они еще потом на работу вас возьмут чего же вы там ты этого не сделали я не понимаю но дело не в этом дело в том что человек который будет зарабатывать даже не пятьдесят тысяч но пусть будет 75 у него еще чудовищные расходы ему нужно платить за жилье и из этих 75000 после налогов а после налогов у него может остаться допустим я даже не знаю зависит от состава семьи ну допустим у него после налогов осталось я не знаю там 675 60 тысяч ну вряд ли 60 доставить ну допустим даже целых 60 так он по две тысячи в месяц то он он уже сколько отдал за жилье а покушать а на все остальное и так далее то есть это все это все не шутки я вам другой вопрос задам значит у него нет 4000 на обучение и это понятно он приехал из такого места где такие деньги сумасшедшие а допустим вот он учится у нас он живет то как значит он три месяца учится он потом три месяца ходит на практику соответственно шесть месяцев он уже потратил в 12 тысяч он уже потратил на жилье с учетом того что они тоже питаются и как-то еще там ну допустим муж жена там ребенок именно это начинайте еще тысячу месяц у них точно ушла на все остальное начали уже 18 тысяч потратили это кроме того что они учились в школе к этим 18 тысячам надо добавить 4 на обучение в школе конечно поэтому ценовая недоступность фултайм обучение у нас происходит нет не от обучения у нас дороговизны от всего остального дороговизны по сравнению с восемнадцатими тысячами на элементы элементарно на жизнь там еще 4 это ерунда у него 18 нет у него не то что 4 но и вот этих 18 тоже нет поэтому значит приехал нет денег это нормально мы все так мы приехали вообще без копейки еще продать ничего нельзя было не продавалось не потому что на низко тоже запрещено было продавать идешь работаешь учись вечером у нас вот здесь вечерний класс например это первое люди которые только что приехали они с самолета и они идут к нам учиться у нас есть такие и вы их видите у нас на экранах я показываю но у нас и безумно мало но вот если за год у нас 500 студентов так грубо вот здесь на кэпусе проходит то из них новичков которые вот так вот самолета и первое что они сделали они пошли к нам учиться но по пальцам можно пересчитать из 500 но нам но может быть есть два десятка потому что они не могут они у них английского такого нет даже если у них деньги есть у них нет такого английского чтобы имело смысл к нам идти и учиться бывает ну ну конечно бывает но кроме кроме чисто денежной стороны есть же еще кое-что они интервью пройти не могут вот я с ними начинаю скайпе вот они звонят и как я выголкин карты и к давай разговаривать а он а он не говорит по-английски это половина половина из тех кто едет и хочет пройти интервью не те кто в америке живет уже по несколько лет и тоже интервью проходит со мной а те которые там вот выиграли половина не проходит может быть больше не проходит при том что я не цепляюсь там произношению не дай бог там акцентом или там грамматики какой-то боже упаси речет о самых элементарных уже ну просто вот разговор поддержать они не могут поэтому должен адаптироваться в стране а как он работа будет искать допустим и вообще бесплатно будут учить скажет ему давай так вообще с тебя денег не возьмем учить и вот он пришел 18 тысяч у него нету да ну кончил он потратил 18 пока у нас учился пока ходил на практику считаем что она бесплатная даже если она платная там 15 долларов в час все равно этого не хватит на расход то есть жена должна работать ну что-то такое должно происходить если он один конечно с ребятами добрый там устроился и это будет ему стоить может быть тысячи долларов в месяц вместе с жильем из питания можно в одиночку можно вот так можно за тысячу но все равно это же это же несколько месяцев ножку шесть тысяч даже если бесплатно ну где вот он столько денег взял кроме того с учетом того что он слабенький с языком у него нет машины пока да если машина нужна это еще считай пятерку над мотивом а плюс страховка постоянный расход добавляйте страховка бензин там все остальное это это еще деньги раз на день значит а когда он работа найдет за деньги вот когда а я не знаю и никто не знает никто ему не скажет что ты будешь работать через три месяца или через пять или через шесть есть люди у которых не получается вообще в принципе не получается и и среди новичков шансы на это выше чем допустим те кто же тут лет пять пожил поработал у него там с языком и так далее то есть не то что он в принципе но ему надо жить он он бросает эту затею начинает просто идет просто работа это вообще все пропало и и время и деньги все пропало и и я там рассказывал я повторяю у нас на нашем рекорде со штатом калифорния мы обязаны отчетность там поддерживать и так далее у нас placement 82 процента это не 100 и даже не 99 до 82 поэтому значит 82 процента мало того мы сейчас еще отчислять начали вот мы еще никого не отчислили но вот на этой неделе у нас будет первый раз тест и какой-то количество людей просто не смогут тесты сдать мы стараемся чтобы этого не было если мы видим человек занимается он должен быть успешным системой тестов пытаемся их стимулировать чтобы они занимались но у нас есть многих много народ которые не занимают у них такое ощущение что он пришел заплатил деньги и дальше вы должны от отвести за руку а он еще слушает байки всякие когда когда тебе скажут что вот ребята работали там по 12 часов день занимались там по выходным в школу ходили у них мы ключи даем студентам они сидят в школе целый день по выходным сидят и и он нашел работу так и никого не впечатляет понимаете а впечатляют истории что вот кто-то был без языка и было ему там скажем не за 54 года и должен большие деньги жахнуть пока это все произойдет так что я видел людей которые были очень огорчены финансовой стороной этого дела когда они проучившись несколько месяцев поняли что они не в состоянии выполнять эту работу не в состоянии не понимают вот есть люди которые смотрят вот как найти как в стену и не понимают вот хоть головой об нее стучись а бывает может быть понимает но из-за английского не может много есть причин короче люди которые только-только приехали вот с самолета сошли это самое что ни на есть группа риска то есть хочется чтобы у этого человека был язык более-менее связанный чтобы он образование имел техническое чтобы меньше риска было мать и чем лучше язык тем меньше риска чем более техническое образование тем меньше риска чтобы чего еще хочется чтоб светился понимаете чтоб светился глазки чтоб светились не то что весь знаете там какой вот такой анекдот что в советское время приходит мужик в магазин и говорит у вас мясо есть а тогда ему говорят вы знаете мяса нет вот возьмите рыбу в ней много фосфора это было время когда мяса уже не было рыбы еще была потому что рыба пропал возьмите рыбу в немного фосфора он говорит так мне надо чтобы стояло не чтобы светился понимаете так вот надо чтобы он не весь светился а надо чтобы глаза светились и вот типаж определенный должен быть понимаете ты не можешь ходить с убитым лицом выпученными глазами это жжжжи моя так не получается понимаете Я утрирую, я как бы гротестково рассказываю Специально, чтобы выпуклость была вот в этом, во всем Но что я хочу сказать, что последнее, что вас должно волновать, это сколько оно стоит Конкретно тюишн, сколько вот школа берет денег, это мелочь Несерьезно, по сравнению со всем остальным Теперь, что касается обучения в кредит Дело в том, что кредит, это не то, что школа дает студенту Кредит, это то, что кредитное учреждение дает студенту Кредит дают банки, кредит дают всякие организации Есть такие даже, нон-профитные, беспроцентный кредит дают Такие есть организации, но они как дают? Они говорят, вот у тебя ничего нет Вот есть, например, такая организация, здесь местная Называется Hebrew Free Loan Association Они дают деньги на разные цели На разные И на бизнес могут там и на то, и на все В частности, вот у нас студентам дают Но за каждую тысячу, которую они тебе дают Кто-то должен быть косайнером То есть, если ты вернуть не можешь То косайнер за тебя будет возвращать Понимаете? Поэтому школа кредитов не дает Иначе она превратится в банк В какую-то ростовщическую, какую-то такую вот финансовую организацию В этическом смысле это абсолютно неприемлемо Я считаю, что так нельзя делать Вот Что там говорить? Значит, вот он пошел учиться, да? А потом он плюнул Или что-то, ну в смысле, не получилось Или он передумал, или что-то такое происходит И что мы теперь должны за ним что, ходить? Чтобы он нам заплатил за одним числом, не получив результата? Пусть он в банке пойдет, деньги возьмет Такие, чтобы он знал, что возвращать придется все равно И тогда он по-другому учиться будет Если он не может или не хочет Ну так вот, это его коммитмент Это его уровень, так сказать, самоотверженности И посвященности в это дело Вот и все Кредиты берут в других совершенно местах Мы в свое время Брали деньги задним числом То есть мы говорили, ты вот чего-то там платишь вперед А потом, значит, устраиваешься И мы в течение года, помесячно собирались Это было у нас такое Я отдельно рассказывал У меня есть такой плейлист Называется «Как дело было?» И там я рассказываю Такая вкусная Такая длинная байка многосерийная Как эта школа начиналась В частности, вот как мы деньги брали Потому что у меня такое было социалистическое мышление И я, как бы Я сам когда-то хотел, чтобы меня куда-то взяли А денег не было вообще Чтобы меня куда-то взяли и научили А я же верну, что же я не верну Вот И я вот с этой идеей тоже Буквально как вопрошающий товарищ Значит Я с этой идеей начал эту школу И они платили тысячу вперед И три тысячи потом В течение года после нахождения работы Причем не с первого дня А там через три месяца После того, как он вышел на работу Ему дается три месяца Через три месяца он начинает там по месячным платить Но Вот эти три тысячи Но дальше Получается такая история, что Есть люди, которые не хотят платить Они куда-то смываются Скрываются Посылают тебя в одно место Там и так далее То есть это Неблагодарное занятие Пусть он в банке возьмет И потом пусть он в банк посылает Вот я бы так это сказал Мы, конечно, не можем этого делать Вот Я больше скажу Если человек реально хочет Как сказать Этим заниматься Совершенно не обязательно Этим заниматься Прямо с самолетом А что за проблема такая с самолетом Вот у нас есть паренек Он студент наш И работает у нас В частности на нашем объекте Он работал На строительстве нашем Вот там молодой парень И нормально днем работает Вечером учится Вот сейчас он ушел с работы И у него жена еще тоже работает Поэтому он сейчас Остановил свою работу И полностью готовится к интерншипу Вот как-то он так Переключился фулл тайм А так учился вечером А что такого Что Разве человек унижает работу Мало того Это любая абсолютно работа В Соединенных Штатах Она дает тебе больше языка Она дает тебе больше социальной Такой адаптированности Ты выглядишь по-другому Понимаете Поэтому Вот так бы я сказал То есть Абсолютно все Абсолютно все Против Вот Вот этого подхода Потому что он основан На незнании Реальных Аспектов Этого всего Которые вовлечены Это Это сложный Такой большой процесс И там много Подводных камней И там нет ничего Гарантированного Понимаете И Если вот эти 18% Которые там есть Если вы думаете Что это обязательно Кто-то другой Нет Это может быть и вы Понимаете И чем больше вы думаете Что это точно не вы Тем больше у вас шансов Там оказаться Вот так по моим наблюдениям Понимаете Так что Это Вспоминаю там сказку Про серебряную пулю Знаете Так Всегда возвращается Нет Бывает так Ну не пуля Так монетку серебряную Золотую Потом раз и не вернулась Потом еще раз И еще раз не вернулась Так что нет Нет колдовства Такого Все В общем Во-первых Это труд большой Во-вторых Это подготовленность Надо быть готовым Понимаете Вы не можете Перепрыгнуть Через Я не знаю Там 100 метровую каналу Так не бывает Человек ограничен Своих возможностей Один человек Может через метровую каналу Перепрыгнуть Другой через 3 метровую Но 100 метров Не прыгает никто Поэтому надо подойти К такому месту Где канавка небольшая Где она вам под силу Вот И тогда В общем Хорошая Так сказать Новость Так Good news Состоит в том Что Если вы этого хотите Оно ваше Не обязательно В первый день Ну так через полгода Ну так через год Начинайте работать Так Люди Которые работают Они не должны платить 4 тысячи Сразу Они могут платить Там По 1000 долларов В месяц Приехал Приехал Старался на работу Да хоть на ту же стройку В конце концов Если уж так Совсем Не в богату И пожалуйста Учись вечером Плати там 1000 долларов В месяц Что за проблем Таким Я не знаю Мы в наше время Когда приезжали Мы бы До потолка прыгали Если бы была возможность Вот так пойти на стройку Там на 10 На 12 Там долларов Сейчас на 15 Сколько там они получают Я не знаю Вот И не было За 5 долларов Не было Вот проблема была А сейчас Что за проблема такая Поработать пойти Труд Не может человека унизить Или там Как-то Принизить Труд облагораживает человека Абсолютно любой труд Который полезный Который делается от души Который делается от сердца Как он может Человеком Не знаю Принизить Я не знаю Здесь никто там Даже сортиры мыть Никто не моет сортиры руками Понимаете Но совершенно не обязательно мыть сортиры Есть очень много другой работы Так что Вот Такой будет рассказ Спасибо за вопрос Вопрос очень классный Я хочу сказать Товарищу Спасибо Поблагодарить Потому что Смотри какая тема развернулась И как много в ней всего заиграло Классный вопрос Так что Еще раз спасибо Задавайте еще вопросы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok